и снова здравствуйте давайте рассмотрим сегодня такой вопрос который очень сильно обсуждается в интернете можно ли установить сторонний виджет на smart телевизор samsung к серии под системой тазин к серии это значит 16 год тоже вторая половина 15 года 2 половина g-серия она также шла на базе обеспечения тазин и также самого людей стали проблемы установка сторонних виджетов пошли откаты на более раннюю прошивку ну и куча куча всевозможных телодвижения делается ну давайте посмотрим это значит скачать можно самсунг самсунг тазин стб программу для разработки и проверки виджетов на обеспечение тазин на этом сайте видите здесь под видос 3 2 6 4 linux и mac и так скачиваем устанавливаем никаких проблем этого не возникает загружаем пакеты вспомогательные можно найти все это в интернете все полно все не буду от этого уходить в эту сторону допускаем то что у нас уже все скачано все установлено и так ну и так значит чего мы начнем для начала нам надо узнать и по адрес нашего компьютера его можно посмотреть заходим в панель управления центр управления сетями и общем доступом открываем спроводное сетевое соединение открываем сведения и вот эта строка адрес айпи вы 4 вот 192 168 111 и то есть адрес нашего компьютера нашей локальной сети теперь нам необходимо дать права разработчика в нашем телевизоре и заодно сделать синхронизацию телевизора с компьютером для того чтобы это сделать мы заходим smart hub значит через команду 1 2 3 4 5 открываем 1 2 3 4 5 открывается у нас такая табличка включаем либо включить включить или здесь прописываем я возьму что было проще клавиатуру прописываем тот адрес компьютера который мы посмотрели 192 168 111 она у нас просят значит для вступления в силу того что мы прописали перезагрузить телевизор соответственно мы выключаем кнопкой выключаем из розетки включаем в розетку включаем кнопку включается телевизор включаем smart hub переходим наш smart hub он открывается и вверху мы увидим будет стоять надпись девелопер моды что означает мы у нас права разработчика теперь нам необходимо узнать ip адрес в нашей сети нашего телевизора заходим в настройки сеть состояние сети проверка беспроводного соединения настройки ip и вот мы видим вот видите написано ip адрес 192 168 13 это и есть айпи адрес который нам понадобится и так как мы уже сказали допускаем что у нас уже значит наша программа дизинастика уже установлена проходим в ее папочку дизинастика открываем папку и да и короче и запускаем программку вот этим файлом вот у нас идет запуск программы как видите запускается она не очень быстро для начала нам надо будет сделать лицензию для этого мы переходим сюда windows для начала нам надо будет сделать лицензию для этого мы переходим сюда windows и переходим в security профили нажимаем у меня здесь видите уже создан файл лицензии после того как вы открываете security профиль вы нажимаете кнопку AD вводите любое название профиля тест 777 нажимаете ok далее нажимаете сгенерировать сертификат заполняете здесь вот эти четыре первые графы пишите любые значения они не критичные нажимаете ok и у вас будет лицензия создана ну и далее соответственно сама работа с программой давайте вот это сейчас уберу вот значит мы добавляем новый проект файл новый файл новый файл новый проект выбираем любой шаблон для телевизоров вот его название надо что-то название изменить чтобы не было схоже с теми которые уже были добавляю две единицы финиш проект вот файлы мы можем посмотреть его на симуляторе правой кнопкой открываем выпадающее окно run as и третий пункт это симулятор Samsung либо же здесь вот run run as третий симулятор включаем выпускаем вот мы видим запущенный симулятор здесь кнопки видеть на пути капуто работает капуто телевизионные вручаем так теперь значит попробуем эту программу закинуть на телевизор вот значок вот этот это согласование с телевизором я вижу проставлены вы нажмете новое как хотите назовете ваш телевизор пропишите сюда айпи адрес который мы брали на телевизоре мы смотрели в настройках сети подтвердите вот это адд и потом нажмете ваше на ваш телевизор и соединить вот она соединилась закройте это окошечко все вы можете этот проект перекидывать на перейти под перекрыть вы должны его упаковать файл вот будет пакет как типа такого нажимаем пакуем вот внутри вот этот файлик это и есть то что мы его запаковали вот мы сейчас можем его отправить рон 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 аэс и вот первый пункт мы его отправляем на телевизор и вот у меня на телевизоре появилась вот такая вот таблица таблица с переходами это вот и есть такой шаблончик вот вот появилась она в новых недавние также она будет в моих приложениях вот она то есть сейчас я попробую видоизменить то есть как все говорят что можно чем-то что-то добавить изменить в эти шаблоны сейчас мы это попробуем сделать теперь давайте попробуем заменить иконку эту в этом проекте значит возьмем вот у нас есть мы стягиваем прямо на эту иконку заменить все и так же самое отправляем на наш телевизор и и и и и и и и Как видите, иконка сменилась. Теперь давайте попробуем заменить полностью проект. Тоже у нас есть шаблон, вот, к примеру, есть тоже небольшой такой проектик, мы закидываем, у нас папки сопоставимы здесь. Можем удалить наши папки, которые в этом есть в проекте в шаблоны, закидываем, заменяем. Иконка заменилась и отправляем. Говори, что возможно ошибка, но мы подтверждаем, просто из-за того, что у нас конфигурация, разные папки. Ничего не переделаем, просто отправляем и все. И вот у нас это приложение, которое мы пытались заменить, мы перекидываем на телевизор. то есть, пожалуйста, все в ваших руках, действуйте, разрабатывайте, пишите инженера фирмы Samsung, дальше уже работа программиста, а не людей, далеких от программирования. то есть, без знаний в программировании, дальше что-то здесь поменять, изменить, это просто нереально, глупо. Так что, мы можем только заменить картинку виджета. Давайте, вот она. А что-то другое. виджет, который мы меняли в шаблоне картинку. А вот это, то, что мы закинули, новый уже, скажем так, переделанный проект, как бы мы его переделывали. Вот видите, то есть, в принципе добавлять реально, но еще раз хочу сказать, что виджет должен быть именно Tizen. на этом до свидания. Работайте, создавайте, программисты дерзайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова